Друзья, всем привет! Рады вас видеть. Сегодня первая встреча нашего клуба, клуба юристов BCA Lawyers Club. Это проект Академии консалтингового бизнеса. Мы планируем проводить эти мероприятия регулярно, минимум два раза в месяц. Если будет получаться чаще, то круто. Формат нашего клуба очень простой. Никаких презентаций, живая беседа, дискуссионный клуб. Задаем вопросы, получаем прямые ответы, развиваем тему. И сегодня у нас в гостях Денис Овчаров, известный адвокат, практик, автор книги «Обыск. Признак успеха», собственник юридического бизнеса. И также у нас Олег Громовой, тоже известный адвокат, собственник тоже юридического бизнеса. Все вы знаете эти компании. Поэтому с пылу, с жару сразу есть ряд вопросов. Я думаю, мы с них и начнем. Я уже ребятам их сбрасывал вчера вечером. У нас есть общий чат в Телеграм-канале. И, соответственно, те ребята, которые смотрят нас онлайн, я бы попросил, чтобы вы задавали следующие ваши вопросы. Именно в Телеграм-канале у меня здесь телефон, и мне будет проще озвучивать этот вопрос. Поэтому по таймингу у нас 3 часа. Мы работаем с 10 до часа. Ну как работаем? Очень активно общаемся и постараемся дать вам максимум полезности. Мы можем сделать перерыв. Если мы устанем, давайте через час-полтора сделаем перерывчик. Я... Смотрите, ребят, давайте начнем с самого первого вопроса. Интересно узнать ваше мнение, а также мнение Олега и Дениса по следующим вопросам. Как выгоднее позиционировать адвокату себя? Акула одной практики или могу почти все? Ну вот давайте постараемся ответить на этот вопрос. Я в 2009 году начал свою практику. Я открыл ФОП, так и называл компанию, юридическая компания «Вчаровые партнеры». Юридической компании не было, был просто ФОП. И я позиционировал как всеядный адвокат. То есть я сделал сайт, лендинг, все услуги, хозяйственное, гражданское право, уголовка. В принципе, быть всеядным адвокатом хорошо, когда у тебя сегмент для масс-маркета. Когда твои услуги могут себе позволить ниже среднего клиента. У меня был тот период времени, когда моя почасовка стоила где-то 500 гривен в час. Это 2009 год, это чуть меньше, около 100 долларов. Но тогда это было как-то даже, наверное, выше среднего. Но кто был мой клиент на всеядных таких делах? Это были пенсионеры. Причем пенсионеры могут себе позволить нормально оплатить адвокатам за консультацию. На то время, 1000 гривен за консультацию можно было сбить. Это 2009 год. На хорошо всеядного адвоката таргетировать. Почему? Когда ты таргетируешься в Гугле, предоставляешь услуги. Развод, раздел, суды, выселение, вселение. Это тоже может идти. Почему? Потому что у нас нет культуры потребления юридических услуг. И позиционировать себя как всеядный адвокат хорошо, когда ты нацелен на самый низший слой клиентов, которые вообще могут позволить себе юридические услуги. Это да, это работает. Особенно в регионах. То есть, если вы таргетируете себя как в регионах, там какой-то поселок, город небольшой, не города-биллионники, всеядный адвокат – да. Почему? Потому что очень сложно в городах, в мелких городах, там до 200-300 тысяч, выделить себя какой-то в одной отрасли. Особенно очень хорошо делать узнаваемость. То есть, если адвокат достаточно публичен и себя развивает, то есть много клиентов, которые обращаются к нему по разным вопросам. Потому что маленький город, и это комфортно. Когда есть смысл выходить в какую-то нишу, когда добита рука. Почему? Потому что подобное притягивает. Я считаю, что подобное притягивает подобное. Если ты выиграл от два подобных дела, условно там 307 по наркотикам, по 212, 191, то есть любые дела, где можно какую-то получить энциклопедические дела, где на одном деле можно реально полуголовного кодекса, точнее, полуголовного процесса выучить. Это тоже дает навыки. Почему? Например, антимонопольные дела. Если ты нормально хоть одно дело антимонопольное отбил в суде, ты уже почти там герой, потому что у тебя уже есть большой багаж знаний, чтобы это все пройти. У меня, например, так же самое было по экономике. Одно-два дела, которое успешно закончилось, например, вот возврат изъятого имущества после обыска, как только был принят ОПК. И оно пошло, пошло, пошло. И причем это больше не пошло, что я выслал какую-то систему продаж. Это из-за того, что просто я стал уверенно себя чувствовать в этом кейсе. Поэтому это тоже работает. Поначалу, если вы начинающий адвокат, быть с ядом это круто. Потому что у вас широкий диапазон лидов потенциальных клиентов, легче таргетироваться, легче рекламироваться, особенно сарафанной радио. Потому что в небольшом поселке ты говоришь, что ты адвокат, говоришь, занимаешься такими-то, такими-то, такими-то делами, и тебе все рассказывают. Если ты просто скажешь, что занимаешься уголовкой, ну а может там уголовки и не будет. Но когда стоит вопрос покупки и продажи земли, оформления недвижимости, разводов, разделов, конфликтов, это все, а кто у нас тут? А у нас тут адвокат один, который там где-то. Поэтому если я перееду в Барышевский район адвокатом, я думаю, как бы я там буду всеядным адвокатом. Я думаю, буду больше зарабатывать, чем в Киеве, поверьте мне. Адвокаты, которые в таких небольших городах, Барышевский район, я не знаю, город, не город, там можно себе конверсию сделать намного лучше, чем в Киеве. Я видел этих адвокатов, видел у них офисы. Там люди себя прекрасно чувствуют. И аренда дешевле, и все дешевле. Тут вопрос только не спится в этом всем. Да, я добавлю. Во-первых, всем доброе утро. Спасибо, что пришли. При ответе на этот вопрос, мне кажется, нужно сначала задаться вообще, а кто ваш клиент? То есть вот нарисуйте портрет своего клиента. И здесь, соответственно, может быть два варианта. Физики, гражданские элиты, либо корпоративный сегмент. Так вот, по моему убеждению, если вы работаете с корпоративным сегментом и хотите работать с бизнесом, то, наверное, быть всеядным не нужно. Вы можете быть всеядным в рамках своего юридического бизнеса, если вы себя продаете как юридическая фирма, юридическая компания. И моя практика показывает, что бизнесу, если он нанимает соуссорс, если он нанимает адвокатов, то ему интересно работать с узкими специалистами. Ну, например, я специализируюсь на IP-литигейшене или на репутационных делах. Соответственно, бизнес ко мне обращается по этим вопросам, потому что инхаус-лойеры не имеют достаточной экспертизы и компетенции в этих делах. То же самое сложные судебные дела. Инхаус-лойеры хорошо могут делать, ну, как правило, какую-то договорную работу, внутренний консалтинг. Ну, сложные дела, судебные дела, связанные с антимонопольным комитетом, защитой прав интеллектуальной собственности, они не вытянут, либо не возьмут на себя ответственность за эти дела. То есть в какой-то момент времени они внутренне понимают, что им проще разделить ответственность с внешним консультантом, внешним советником. Поэтому это работает здесь вот таким вот образом. О физиках. Думаю, да, можно быть сиядным адвокатом. Это точно не мой концепт, я никогда не был сиядным адвокатом. Я считаю, что для того, чтобы быть успешным, нужно прежде всего как бы услышать себя и отталкиваться от двух вещей. Первое, как бы, это потребность рынка. То есть сейчас достаточно просто понять потребность, то есть что нужно рынку. Какой спрос на какие услуги существует. Это первый момент. И второй момент услышать себя. То есть где тебе кайфовок, чем тебе хорошо, где ты хорош, в какой отрасли. И если ты отвечаешь на этот вопрос, и ты понимаешь, что вот эта вот как бы твоя экспертиза и твой комфорт в какой-то практике, совпадая с какой-то потребностью рынка, ты ее закрываешь, и тогда, мне кажется, ты становишься успешным. Супер, спасибо. Дополним. Давай. Такая тематика, называется аватар клиента. Аватар. И здесь два момента. С одной стороны, нужно, конечно, понимать, где твой клиент, условно, территориально. Какой возраст, какой пол, какой финансовый уровень, какие у него могут быть потребности, что ты можешь закрыть. Но бывает так, что ты ошибаешься в своем аватаре клиента и реально ты занимаешься тем, что до этого никогда не планировал. Например, я, когда занимался, был съядным юристом и потихоньку начал фокусироваться, ну как съядным юристом, я работал инхаусом в эти компании. Параллельно я открыл адвокатский кабинет, потому что жена сказала, что мы на свадьбе деньги получили, не пора ли бы эти деньги вложить в адвокатское удостоверение. Я вложил в адвокатское удостоверение, потому что 5000 гривен стоило экзамен, это было, в принципе, немаленький день, даже на тот момент. И какая у меня была экспертиза, когда я открыл адвокатский кабинет? Я был IT-юристом. Ну, фактически, я понимал, что такое IT-юрист. Это который открывает кучу фопов, который знает, как обналичивать, который решает все вопросы своих айтишников от Адама до Потсдама. В принципе, все я один адвокат. И потом я никогда не думал, что занимаясь... Опять же, у меня в головке экспертизы вообще не было. Я никогда не думал, у меня уголовка всегда была на самом последнем уровне в жизни, что я никогда не любил уголовку. Но хозяйственные дела в 2009 году, они повлекли уголовные вопросы. И клиенты обращаются, вы ведете нас на корпоративке, вы на что-то судитесь по хозяйственным вопросам, а у нас уголовка, вы можете сопроводить на допрос, а у нас обыск. И вот оно пошло, пошло, пошло. И я не думал, что оно именно так приведет, где одна ниша у меня закрылась, я перешел более в узкий-узкий сегмент, и так перешло. Поэтому здесь нужно как раз чувствовать спрос и отслеживать его, потому что буквально в куларах мы говорили, что последние два года топ-20 компаний открыли уголовную практику. Это круто, уголовка, это круто. Да, все это круто было при Порошенко. Да, при нынешнем президенте уголовка не так развивается. Уголовка скатилась в коррупционные дела. А коррупционные дела продавать намного сложнее, чем продавать 212 и 191. И эти многие компании сидят и думают, а как же тебе развивать, как позиционировать такую практику, потому что коррупция, как безопасность бизнеса, это противоречит комплаенсу. Грубо говоря, если вы работаете с американской компанией, и тут ваши адвокаты занимаются политическими вопросами, занимаются коррупционными кейсами, к вам будут большие вопросы по комплаенсу. И тоже есть момент с этим. Ну да, это, кстати, продолжение твоей мысли. Проблема ассоциирования клиента и адвоката, о чем мы сейчас говорим. О том, что, да, за коррупционные дела платят неплохие гонорары. Но если мы работаем в рамках юридической компании, то управляющий партнер всегда должен посчитать, то есть какое количество денег он может заработать на white-collar crimes practice, и знать, сколько он может потерять на практике корпоративного права, M&A и так далее. По поводу уголовного права, ну мы можем, в принципе, я думаю, должны здесь говорить достаточно открыто и откровенно. У меня были попытки развивать практику white-collar crimes в рамках юридической фирмы. И я считаю, что они были неуспешными по той простой причине, опять же, исходя из моего опыта, что это не продается от имени какого-то бренда. То есть все-таки это настолько sensitive практика, настолько вот она завязана под, скажем так, личное доверительное отношение, что люди обращаются непосредственно к адвокату. Понятное дело, что все их адвокаты, но вот в уголовной практике это выражено в большей степени, чем, например, в делах гражданских, либо хозяйственных. Поэтому наш опыт рекламы, предоставления услуги защиты по коррупционным делам в ютюбе, в онлайне, скажем так, не привел к желаемому результату. Вот поэтому мы сейчас временно это направление, скажем так, не популяризируем, не продвигаем его. Посмотрим. Дальше будет время покажет. Супер широкие такие ответы. Я дополню со своей стороны как диджитал технолог, как юрист в прошлом, собственник юридического бизнеса, все аспекты принимаются, все сказано верно, но есть еще два важных момента, на которых я заострил бы свое внимание. Первый момент, он относится к тому, что у нас в зале также есть еще молодые, совсем может быть, даже не адвокаты, а юристы, студенты. И здесь, когда вы говорите о том, что вы всеядны, это большой плюс и преимущество. Почему? Потому что, когда я вспоминаю себя, я брался за любое дело. И здесь вопрос еще остро стоит в плоскости того, что это финансы, это возможность заработать. И, конечно, приходилось много читать, много изучать, обращаться к коллегам и так далее. Но что дает возможность такого саморазвития плюс практика, когда ты берешься за все и пытаешься и заработать одновременно, и разобраться в вопросе. Это дает тебе возможность накапливать вот этот опыт, бэкграунд, потому что мы говорим о том, что юридический бизнес, юридическая профессия, она связана с другими отраслями, ну как бы права, индустриями и так далее. И когда вы это понимаете, то действительно происходит так, как, возможно, произошло у Дениса. Рынок и законодательство постоянно развиваются. И в один определенный момент вы можете понять, что большие и хорошие деньги могут быть в 2011 году в получении свидетельства плательщика НДС. Это даже не практика, это какой-то мелкий вопрос, на котором удалось купить два автомобиля и дом, понимаете? Поэтому, когда вы на волне, когда вы в теме, вы можете понять, что за счет изменения законодательства вы можете уйти в эту узкую нишу и условно, грубо говоря, хайпануть на ней. Что вам нужно для этого? Да, нужны инструменты, вы должны выдавать контент, мы об этом, я думаю, будем еще говорить. И второй аспект, который тоже очень важный, нужно понимать, что если мы пытаемся рекламироваться, к примеру, в Google AdWords, то запрос «адвокат» или «адвокат Киева» это очень дорогой запрос. Поэтому очень широкий запрос, по которому вы просто не сможете быть конкурентоспособны, вы не сможете перебивать своих конкурентов, тех игроков, которые платят сумасшедшие деньги для того, чтобы забирать вот эти позиции. Для того, чтобы вам подняться в органической выдаче Google, где это не реклама, по первому запросу на первой странице вы будете появляться. Это тоже очень-очень много нужно создать уникального контента с ключевым словом «адвокат» или «адвокат Киева». Поэтому сегодня инструменты интернет-маркетинга, включая тот же самый Facebook, идеально работают, если вы узко направляете свою специализацию даже, например, адвокатом по налоговым делам, по налоговому праву. Можно так позиционироваться, и это позволяет вам постепенно расширять круг своей аудитории, сохраняя ее в диджитал пространстве. То есть это говорит о том, что Facebook для вас будет собирать эту аудиторию, и она будет всегда с вами. То есть она на уровне Facebook оцифровывается, каждый человек, который соприкоснулся с вами, кому было интересно то, что вы рассказываете, пишете, делитесь своим опытом, эти люди никуда не денутся. При возникновении вопроса к кому они обратятся к вам, потому что вы на слуху, именно в конкретной практике. И с этим как бы проще. Поэтому давайте перейдем к следующему вопросу. Я хотел дополнить, на старте оказания юридических услуг, на самом деле не важно, чем вы занимаетесь, всеядность, что вам даст. Вы год проработав всеядным юристом, найдете ли себе нишу. Здесь реально непонятно, что выстрелить. Вот вообще. То есть можно начать с трудового права, закончить уголовком, можно начать с уголовкой, закончить трудовым правом. Буквально, наверное, два месяца назад я начинаю анализировать, ну как начинаю, продолжаю анализировать своих клиентов, и вот у меня сложилось, что у меня из экономики, где в основном у меня были обыски, допросы, меры пресечения, много скатилось в образовательные проекты для компаний. Из образовательных проектов у меня покупаются не так обыски и допросы, как корпоративное структурирование. А я в этом вообще не соображаю, я это передаю своим партнерам. Слушай, у нас кейс буквально в четверг, мы тебе позвонили и сказали, что у нас заказ на корпоративный тренинг. То есть за счет узнаваемости, Дениса, того, что он читает, к примеру, лекции, курсы, тренинги проводит, юридические лица заказывают корпоративный тренинг. Ну это, в принципе, давно было, тут вопрос в другом, что позиционирование продукта, потому что до этого у меня был продукт классический, адвокатская защита, сейчас я перешел в образовательный продукт, и этот образовательный продукт не дает условно, чтобы ко мне обращались по обыскам и допросам, потому что их стало на порядок меньше, а дают им и корпоративное право, которое я раньше не понимал. Я объединился недавно с компанией Legal House, и мы не смешались брендов, как раз, чтобы не было конфликта интересов. То есть Legal House объединилась с компанией Овчаровой партнеры, не с адвокатом Овчаровым. И я сейчас и много генерирую контент клиентов по корпоративке. Почему? Потому что спрос на корпоративку намного выше, чем спрос на уголовку. Но при этом спрос большой на обучающие мероприятия для компании, именно по уголовке. Вот такой симбиоз. Раньше такого не было, сейчас пошел в направлении в этом перекос. Ну, просто если говорить об образовательных услугах и о юридическом бизнесе, ну, это, скажем, разные потребности и разные маркетинговые подходы. Я все-таки вот не совсем... Ну, соглашусь, не соглашусь, я просто выскажу свое мнение, еще раз повторюсь. Путь что-то делать, пробовать и, может быть, выстрелит, я считаю, что это не совсем оправдано. Почему? Потому что сейчас все развивается настолько быстро, что у нас нет вообще времени скажем, работать в режиме... Вот... Холостом. Холостом, да. То есть я бы все-таки исходил из более прагматичного подхода. То есть нужно изучать потребности, нужно изучать рынок. Что мы делали, например, мы изучали Google запросы, мы поднимали статистику, у меня была точная картина того, что люди ищут в Google, в строке. И по городам? Или по Украине? Конкретно по Киеву. Конкретно по Киеву. Я понимал, какое количество запросов в Google. Нет, к Киеву однозначно нужно очень узко таргетироваться, без вариантов. Да. И, соответственно, исходя из понимания потребности, мы уже там устраивали, скажем так, и свой маркетинг, и свое позиционирование. Ну, все верно, да. И опять же, вот понятная ремарка для молодых ребят, которые еще учатся. Уже там третий, четвертый курс нужно определиться, кем вы хотите стать. Вы уходите там в уголок или вы уходите там в юриста-хозяйственника. Это сильно поможет вам определиться. Потому что успех в выбранном направлении, он лежит в плоскости саморазвития, в первую очередь. Понятно, нужно попасть к хорошему адвокату, на практику. Это тоже нужно делать и стремиться. Но большой успех и победа зависит только от того, насколько вы будете прикладывать усилия на уровне саморазвития. У меня доходило это до фанатизма. То есть я определился, что я хочу стать юристом-хозяйственником, работая юристом, юрист-консультом на предприятии, я просто прибегал в бухгалтерию, забирал у них журналы, и они мне кричали, мальчик, стой, подожди, вернись. Я кричал 15 минут, дайте мне, я подходил, сканировал все и складывал в папочки. То есть я был жадный на контент, очень жадный на контент, я постоянно читал. Я жил в Киеве на Позняках, я садился, ехал на конечную в сторону Красного хутора, потому что была возможность посидеть, почитать юрпрактику, к примеру. И оттуда садился и ехал в центр. Для меня это была возможность обучаться. Понимаете, у меня всегда было что читать и развиваться в этом направлении. Когда ты в теме, когда ты понимаешь, то вот здесь, еще раз подчеркну, для меня существенную роль финансового успеха в каких-то делах, точнее микро вот этих направлениях, очень сильно играло изменение законодательства. Потому что ты в теме, ты понимаешь, что сейчас щелкнуло, ты подхватил это и это полетело. Например, обжалование регистрации налоговых накладных. Какие-то моменты вот такие. Или пример свидетельства платильщика НДС в 2011 году. Это хайп, и на нем можно было развиться. Это финансы, которые позволяют вам развиваться дальше. Если вы смотрите в разрезе бизнеса, то в бизнесе что важно? Важно, чтобы у вас были оборотные средства для того, чтобы нанимать новый персонал, воспитывать его и двигаться дальше. Поэтому все как бы обусловлено. И я точно за то, чтобы выбирать в конечном итоге направление узкое конкретно и становиться экспертом номер один, то есть ставить себе задачу. Я эксперт номер один в этом направлении. Но на начальном этапе уровня развития себя как юриста, адвоката это всегда сложно. Я бы шел, где больше лидов. Вот я даже сейчас смотрю, в Краматорске если бы я постался, наверное, у меня была бы более успешная компания, чем здесь. Почему? Потому что там легче получить узнаваемость, там дешевый рекламный лид, потому что лид это потенциальный клиент, а чтобы его получить ты что-то вкладываешь. В Киеве, чтобы получить потенциального клиента, нужно сделать мега усилие. В регионах намного проще. Я часто езжу там с семинарами для адвокатов и юристов по регионам, поверьте мне, ребята там прекрасно себя чувствуют. Да, колоссальный и комфорта в работе тоже колоссальный, потому что у тебя есть узнаваемость среди коллег, у тебя есть клиенты, у тебя есть узнаваемость среди судов, органов, с которыми ты пересекаешься. И не нужно каждый раз приходить в Печерский суд говорить, что ребята, так я же был вчера, что вы меня забыли, там судья, этот ракета в Печерском суде, который ты уже два года к нему ходишь, он тебя не узнает, как тебя зовут. Поэтому есть прикол в региональных моментах и здесь не всегда нужно перебираться в крупные города, это вопрос касается студентов. То есть условно, и вы в Киеве отучились, достаточно легче открыть фирму в регионе, чем в Киеве и развивать ее с современными диджитал технологиями вообще.